Всем привет, ребятки! Я сегодня в Adopt.me, потому что здесь вышло очень классное обновление, на котором можно получить бесплатные вещи в Роблоксе. Я, конечно же, не мог пропустить такое классное обновление, поэтому пришел сюда, чтобы рассказать вам, как проходить вот эти вот квесты. Именно за них мы и получим вещички. Значит, ребят, у нас здесь квестики довольно-таки легкие, нам нужно найти пять кристаллов, ну, а также поиграть в новую игру, где нужно собрать какое-то определенное количество баллов. В общем, ребят, сейчас я вам все конкретно объясню, чтобы было понятнее, поэтому делайте все, как на видео, и у вас обязательно получится. Где найти кристаллики? Ребят, первый кристаллик лежал вот здесь, но я его уже собрал, поэтому, к сожалению, не получится его вам там показать, но вы можете зайти, проверить, он у вас там будет лежать. Второй кристалл у нас расположен в питомнике, так, вот здесь, вот он, смотрите, какой красивый, голубенький, синенький, весь в блестяшках, вау, ну, красота. Чтобы собрать данный кристалл, ничего особенного делать не надо, надо просто на него прыгнуть. Итак, раз, два, три, и пуньк, все, я собрал кристальчик, и мне дали бейдж. Чудесненько, теперь мы уже чуть ближе к тому, чтобы пройти данный квест, следующий кристальчик у нас будет лежать прямо на пляжу. До туда добираться немного дольше, плюс кристалл будет немножко спрятан. Для меня, наверное, это самое сложное место, где могли спрятать этот кристалл, но все-таки мы его с вами сейчас заберем. Кстати, ребят, не забывайте подписываться и ставить лайки на мой канал, я буду очень вам благодарен, это меня сильно мотивирует. Вот, я уже и пришел на пляж, дальше буду добираться на флай-питомчике, однако можно дойти и без него, нужно просто обойти вот этот вот кораблик. Садимся на птичку и летим. Все, ребят, мы на месте, облетели мы с вами вот этот вот огромный маяк, и вот он кристальчик, смотрите, еще один красавчик, мы его с вами тоже забираем. Мне вообще нереально нравятся такие легкие квесты, хочется видеть их почаще. Все, бейджик мы с вами получили, поэтому перейдем с вами к следующему кристаллу. Сколько нам там еще осталось? Всего лишь что два, ребят, всего лишь что два, ну пойдемте тогда искать. Для того, чтобы нам найти еще четвертый кристалл, мы телепортируемся к подаркам. Теперь идем в питомник, потому что там и будет располагаться наш четвертый кристалл, и, кстати, он будет в портале. Кстати, ребят, наверное, те, кто уже давно не играют в адопт мини, знают, что вот здесь открылся портал. Мы с вами его открывали с помощью ключа. Открыт ли он сейчас или нет, я не знаю, напишите в комах. Ну, у меня портал открыт, поэтому побежали забирать кристалл. Вау, какая здесь красивая локация. Я здесь уже много раз был, но почему-то все время поражаюсь ее красоте. Так, мы забрали еще четвертый кристалл и нам дали бейдж, конечно же. Ну и последний, последний кристаллик у нас располагается прямо в магазине с машинками. Сейчас я туда приду и вернусь. Так, я уже на месте, и ура, вон там этот кристаллик прямо на сцене, последний, пятый. Конечно же, хотелось бы, чтобы нам за это дали какого-то питомца, но ничего нам не дадут, но зато получим вещи в Роблоксе. Кстати, как получить вещи, я вам позже покажу, и ура, нам дали бейджик, ребят. Пойдемте проходить следующие квесты, тут нам нужно 300 поинтов в мини-игре. Как проходить мини-игру, я вам сейчас тоже расскажу, хотя вы уже наверняка знаете и без моей помощи. В общем, телепортируемся к подаркам. Потом идем к вот этому вот порталу. Он у нас и ведет к мини-игре, но для того, чтобы туда попасть, нужен специальный жетон. Чтобы получить жетон, вам нужно играть в адоптик 40 минут, и тогда мы с вами сможем поиграть вот в эту вот мини-игру. К счастью, я уже накопил эти жетоны и могу спокойно поиграть. Кстати, ребят, за то, что вы проходите эту мини-игру, вам дают специальные вещички. И даже питомцев, позже покажу каких. Ребят, мы с вами приходим в мини-игру, и вот у нас здесь табличка, нужно собрать 300 очков. Окей. Мы идем с вами вот в этот вот квадратик. И тут камушек, смотрите, какой миленький. Сейчас мы с вами его будем кидать. Он летит к нам в обнимашке, но он еще не знает, что с ним будет в будущем. Ребят, нам нужно попадать на вот эту вот зелененькую штучку, чтобы пройти данную игру. В принципе, я думаю, что все понятно. Там, где у нас серединка вот эта вот прям зеленая, там дают 10 очков. Если зелененькая чуть ярче, то там 5 очков. Ну, а если вы промахнетесь, то вам ничего не дадут. А тем временем камушек у нас научился летать. Ну, как видите, он живучий, поэтому с ним ничего страшного не случится, вы не переживайте. В принципе, мини-игра довольно-таки легкая, мне она даже понравилась. Я бы хотела, чтобы ее навсегда добавили в адопт, но через 10 дней она уходит. Поэтому будем с вами потом по ней ностальгировать. Пока камень, все, смотрите, как он высоко полетел. Это потому, что мы с вами очень много раз попали в зелененький центр. Эту мини-игру мы прошли на ура. Теперь идем к следующей. Это у нас батут. Нам надо будет прыгать и попадать ровненько вот в этот вот кружочек. Кстати, интересно, почему разрабы добавили эти мини-игры? Может, они хотят приготовить нас к космосу? Может, мы с вами полетим на Луну? Я буду лунным котом, классно. У нас, между прочим, никогда не было космических яиц, хотя очень часто про них говорят. О май гад, ребят, я прошел на все 100 очков, это очень круто. Следующая мини-игра, здесь нам нужно играть в бомбинтон с вот этим вот осьминожкой. Он у нас очень добрый, в принципе, мне нравится с ним играть. Только шмаляет очень-очень быстро, я не успеваю. Блин, ну ладно, сколько соберем, столько соберем. Хотелось бы, конечно, 300, это нам для квеста столько нужно. Ну, что поделать? Вы смотрите, я уже приловчился. Ну все, теперь я точно побежу этого осьминожку. Ребят, напишите в комментариях, вы когда-нибудь играли в бомбинтон? Просто я играю, но очень-очень редко. Возможно, у меня даже есть среди подписчиков какие-то профессионалы. Напишите, мне будет очень интересно почитать. Ура, я уже все прошел. Ну, конечно, немного маловато заработал очков. И квест нам еще нужно немного попроходить. Ну, а вот такие вот награды вы получаете за то, что проходите эту мини-игру. В конце концов, вы получаете легендарного котика, если пройдете все. Вот он на сороковом левеле. В принципе, все изи. Ну и, ребят, что касается квеста по Роблоксу, сейчас я его полностью пройду и вернусь. А вот я и вернулся, квестик прошел. В принципе, было довольно-таки легко, но, как и ожидалось, нам ничего не дали разработчики Адопта. Однако, кое-что дадут разрабы Роблокса. Чтобы получить бесплатные вещи, мы заходим с вами на карту The Games. Тут нам предлагают выбрать какой-то из кланов. Я, конечно же, выбрал вот таких вот красных кисяков. На удивление, мне даже просто так дали бейт, что... О, ребят, смотрите, еще дали какую-то кофточку. Я так понимаю, нам ее бесплатно дадут в Аватаре Роблокса. Вот как я буду в ней выглядеть. Классно. Ну, а тут расположены вещи, которые мы сможем купить за токены, которые как раз-таки получили в Адопте, ребят. Кстати, в самой игре тоже можно получать токены, но намного сложнее, чем в Адопте, как я понимаю. Но, если вы хотите, то обязательно пишите в комментариях. Я сюда вернусь и покажу, как и тут зарабатывать токены. А вон там, кстати, сзади меня портальчики. Сейчас мы с вами к ним подойдем. Эти порталы ведут в разные игры Роблокса, где еще можно зарабатывать токены. То есть, это такой же эвент, как Эггхант и Роблокс 2017 года. Мне довольно-таки нравятся вот такие вот классные эвенты. Я надеюсь, что вам тоже хотелось бы мне сюда еще вернуться, но здесь все зависит от вас. Поэтому, конечно же, пишите комментарии. А я здесь разглядываю вещички. Посмотрите, какие они прикольные. Хочется их все купить. Но для этого, конечно, нужно проходить эвент. Если я не ошибаюсь, то мы уже можем покупать наушники. Но я бы, наверное, накопил на что-то более дорогое. Поэтому так, ребят, и сделаю. Я здесь еще на карте видел какой-то лимитированный предмет. Сейчас я его поищу и покажу вам. А, вот же он. Смотрите, это вот такая вот непонятная какая-то корона, которая стоит Роблоксы. Очень жаль. Ну да ладно. Кстати, я сейчас хожу в своем новом мерче. Как вам он? Если нравится, то вы можете купить его. Ссылочку на мерч я оставлю по ссылке в описании. Но на таком замечательном моменте мне, к сожалению, приходится закончить это видео. Мне очень сильно понравился ивент. Мне понравилось искать кристаллы. Это было очень классно. Надеюсь, что такие ивенты будут выходить почаще. Ну, ребят, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Там все самое интересное. А в моем телеграм-чатике мы даже сможем с вами поиграть в мафию. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки. А я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.